На парад только с построением и отточенным шагом. Именно такие они, те, кто посвятил всю свою жизнь белорусскому спорту и его главным достижениям. Несмотря на то, что многие из участников состязаний уже давно находятся на заслуженном отдыхе, это нисколько не сказывается на их отношении к спортивным ритуалам и ценностям. Уже семь лет подряд спартакиада не стареет душой ветераны, собирает на ведущих площадках региона тех, для кого рекорды и высокие достижения стали целью всей жизни. Они готовы передавать опыт и во всех сферах деятельности, и в том числе и в спорте, это здорово, когда идет преемственность поколений, потому что тот спорт советский признан самым таким, все-таки его традиции сильны, и в советской школе спортивной очень много было классных спортсменов, и хотелось бы взрастить их и в нашем любимом государстве. Поэтому именно та советская школа в основном – это сегодня вот эти наши ветераны. Поэтому то полезное зерно, и те навыки, которыми они владеют, я считаю, что это их долг – передать юным тренерам, ну, можно так сказать, молодым. С каким азартом выступали на семи площадках ветераны спортивного движения Беларуси? Этому задору действительно можно было позавидовать. Бильярд и дартс, настольный теннис, шашки и шахматы – на счету каждое очко, каждый балл. Ведь на кону не просто победа, а возможность представить страну на международных стартах. Около 70 человек, превалируют, конечно, женщины, значит, есть мастера спорта международного класса, есть мастера спорта, то есть контингент очень такой солидный и приличный. Но нам самое главное – отобрать участников на международную спартакиаду, которая будет проходить 31 мая, 2 июня в городе Гомеле, где будут при Балтике участвовать, Россия, значит, другие еще страны. Не стареют душой ветераны. В свои золотые годы они открыты к новым свершениям и подвигам. Да, время берет свое, однако это нисколько не сказывается на их желании творить, на их способности любить и ценить то, что есть сегодня. А это – надежные друзья, ученики и большая команда единомышленников, для которых спорт значит жизнь.